Российская благотворительность Уровень доверия ко многим благотворительным организациям остается достаточно низкий Многие некоммерческие благотворительные организации не выдерживают экономических перемен, экономические рецессии Даже те благотворительные фонды, которые работали десятилетия, которые зарекомендовали себя как успешные и сильные участники третьего сектора экономики Находятся сейчас на грани закрытия Наверное, истинно находится где-то посередине С одной стороны мы видим динамично развивающийся сегмент в жизни общества С другой стороны мы видим, что этот быстрый этап развития сделал сферу благотворительности высоко конкурентной средой Которая требует высокой профессиональной квалификации от своих сотрудников Произошла смена поколений И новое поколение, которое пришло в эту сферу Поколение с высокими нравственными, этическими ценностями, имеющие целостную внутреннюю структуру И когда это поколение принимает решение о выборе места работы, о приобретении какого-либо продукта Об участии в жизни той или иной организации Оно ориентируется в первую очередь на то, насколько эта организация участвует в жизни собственных сотрудников Насколько она соблюдает экологические принципы и так далее Российский бизнес постепенно принимает международные стандарты И честность, открытость, ведение бизнеса становятся залогом успеха для многих компаний Программы корпоративно-социальной ответственности многих корпораций По масштабу охвата населения и решения социальных проблем Действительно сравнимы с программой социальной защиты регионов В общем, мы находимся в очень интересном периоде развития нашего общества В период, когда требуются инновационные решения И почему? Потому что сфера благотворительности должна стать не только частью жизни активных граждан Но, наверное, стать важной частью жизни каждого И взрослого человека, и даже ребенка Благотворительные организации должны не только завоевать доверие Но и стать тем инструментом, который позволит решать общество проблемы, стоящие перед всеми, перед государством Благотворительность должна развиваться не только там, где много денег Не только в больших городах-миллионниках, в Москве, в Петербурге Должна развиваться там, где много проблем В первую очередь, потому что люди должны осознать, что социальные проблемы решаются только совместно При совместном участии органов власти, и бизнеса, и общественности Продолжение следует...